Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Китеса. В ней мы читаем о том, что переводится как грех или падение золотого тельца. Нам известно, что когда мы считаем что-то, то мы пробуждаем соответствующий свет или энергию. Если это так, то зачем нам нужно читать о чем-то негативном? Какая нам польза от этого? Что мы будем читать и заново пробуждать свет, который кажется негативным? Наш народ, дорогие друзья, достиг уровня Билла Гамма Ветланецах, полного устранения боли, страдания и смерти, но здесь они все потеряли. Таким образом мы хотим найти противоядие и защиту, которую можно получить, чтобы у нас таким же образом не упал уровень нашего сознания. Мы здесь, что произошло на физическом уровне и в жизни, но что является зерном и причиной этого падения? Давайте попробуем разобраться. Давайте мы с вами вспомним, что за 40 лет скитаний по пустыне народ совершил два больших греха. Первый – это создание золотого тельца, а второй – это грех разведчиков. Сравнивая их, мы обнаруживаем нечто очень интересное. Вспомним историю разведчиков. Маше послал 12 представителей от общины по одному от каждого колена высмотреть землю обетованную и доложить о том, как ее можно завоевать. Разведчики вернулись и рассказали, что жители страны очень сильны и люди не смогут ее завоевать. Вот так описывает Тора реакцию народа на получение сведения. «И подняла вся община голос свой, и возопила, и плакал народ в ту ночь. И сказали они друг другу, поставим главу над нами и возвратимся в Египет». Берешит 14.1.4 Талмуд говорит «И тогда Всевышний разгневался и объявил, вы плакали напрасно, и за это назначаю вам плач на многие поколения». Талмуд трактата Анит 29а «В нашем календаре грех разведчиков отмечен 9 ава, самым траурным днем в году. А из-за золотого тельца мы получили Йом-Кипур, день наивысшей святости». Раши в своем комментарии на стихе «Я повергся перед Господом, как в первый раз 40 дней». Дворим 9.18 говорит «Эти 40 дней закончились в Йом-Кипур, святой, благословен он, простил народ Израиля окончательно и сказал Маше Робейну, я простил по слову своему». Почему в этот день был назначен для прощения и искупления, дорогие друзья? Два поста, но разница между ними огромна. 9 ава – день национального траура для всех поколений. В то время как Йом-Кипур – это день прощения, когда Всевышний радует нас. Это фактически Йом-Тов праздник. Согласно Кабале, в Йом-Кипур раскрывается искра святости в душе каждого человека. И поэтому всех, дорогие друзья, тянет в синагогу. «Как сказано, узами человеческими влёк я их узами любви». Гошея 11.4. Хотя на первый взгляд кажется, что должно было быть наоборот. Ведь грех Тельца бесконечно серьёзнее греха разведчиков. Сыны Израиля нарушили первые две из десяти заповедей. «Я Господь Бог Твой, и да не будет у Тебя других богов». Нет более страшного греха, чем идолопоклонство. Как мы видим, это проблема, с которой мы тоже сталкиваемся сегодня. Наши мудрецы объясняют, что если человек относится к своим благословлениям или заповедям небрежно, он начинает терять с ними связь. Можно привести пример момент рождения ребёнка для родителей, когда человек впервые видит этого нового человечка. Это невероятное ощущение, которое переживают родители. Количество благодарности и количество радости в этот момент несравнимо велико. Невозможно его ни с чем сравнить. И потом, этот же самый ребёнок продолжает жить с вами много-много лет после этого. Разве вы можете сказать, что цените этого человека так же, как в момент его рождения? Не всегда. Иногда совсем не цените. Иногда цените чуть-чуть. Но мы никогда не вернёмся к тому уровню благодарности, как в первый момент. И это есть для нас большая проблема. И это верно тоже в отношениях всех благословлений, которые у нас есть. Потому что, когда мы относимся к своим благословлениям, небрежно, дорогие друзья, мы отделяемся от них. Шаббат, шаббат, китеса, один из подарков и помощь, которую мы хотим получить, это и понимание, и способность действительно бороться с этим. Хотя бы раз в неделю вы останавливаетесь, будь то мудростью, которую вы услышали, ваша семья, дети, работа, чтобы не было, убеждаетесь, что у вас действительно есть огромное благословление и радость, и счастье, к тому вы сейчас относитесь небрежно и останавливаете себя. Выделяйте пять минут, десять минут и цените это. Потому что опасность в том, что если вы постоянно не боремся с небрежным отношением к своим благословлениям, или к тому, что мы имеем, мы теряем это. Это является причиной падения золотого тельца. Вот почему народ Израиля потерял весь свет бессмертия, который получил на горе Зинаи. А разбитые скрижали сокрушили сердце всего Израиля. Это потрясение причинило народу Израиля такое горе, вызвало у него такое желание совершить чуву, раскаяние, что они получили емкий пор. День прощения и радости. Этого я нам всем и желаю. Разбить в нас, и вокруг нас негатив, и построить в нас, и вокруг нас позитив. Браха вас лоха, много сил. Будьте здоровы. Шалом, ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова